11 команд, около 300 участников. В деревне Волково прошел 17-летний туристический слет. Он стал очередным этапом городской спартакиады трудящихся. Дистанцию с препятствиями преодолевали сотрудники серпуховских предприятий и организаций. На дистанцию туристы выходят с особым настроением, чтобы вновь испытать свои силы и почувствовать командный дух. 5-6 год где-то. Затянуло. Очень затянуло. Вся спартакиада затянула. Затягивает прям с первого раза. Это надо попробовать. Плюсы. Тут все мероприятие один большой плюс. Это нужно один раз лучше побывать, чем несколько раз об этом рассказать. Контрольные пункты искали всей командой. Препятствия тоже преодолевали сообща. А еще варили гречневую кашу, которая на природе почему-то кажется особенно вкусной. Правильно разбить лагерь – это целое искусство, которое оценивалось дополнительными баллами. Конечно, играли в волейбол, бросали гранату как можно дальше практически в небо, качали пресс, и это занятие тоже затягивало. В этом году в Турслёде приняли участие 11 команд городских предприятий. Это около 300 человек. Туристические состязания проходили в рамках спартакиады трудящихся. Всего спартакиада объединяет в себе 13 видов спорта по различным направлениям. Но зимний, летний туристический слёт, как правило, один из самых любимых, потому что позволяет выбраться на природу. Разные мероприятия. Вы видите, и детки здесь тоже участвуют. Люди отдыхают, общаются, занимаются спортом. Днём – командные соревнования, а вечером – концерты дискотека. Эту традицию участники Турслёта продолжают из года в год. В новую рабочую неделю участники Турслёта вступили с удвоенной энергией и ожиданием следующей встречи на тропе туризма. Редактор субтитров А.Семкин